Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Благоустройство города, санитарное состояние и газоны. Пока одни анапчане наводят и поддерживают порядок, другие культивируют амброзию. Большой добрый поступок маленьких анапчан. Воспитанники детского садика номер 7 почистили памятник Кате Соловьяновой. Анапчане ловили удачу в скейт-парке. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает. С 15 августа в Анапе объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Отдел гражданской обороны и защиты населения напоминает. Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. До особого распоряжения и снятия ЧАЭС в городе просьба конопчанам и гостям курорта не запускать огненные фонарики. При засушливой жаркой погоде и ветре это чрезвычайно опасно. Отчего загорелся Эльдорадо? В воскресенье 18 августа на Анапском шоссе 16 загорелся магазин склад бытовой техники Эльдорадо. Сигнал о возгорании поступил дежурному пожарной службы. По данным службы МЧС по краю загорелась стена с внешней стороны торгового объекта. Огонь не хватил площадь более 186 квадратных метров. Пламя потушили к 18 часам. Никто из посетителей и персонала магазина не пострадал. Пожар удалось локализовать быстро. На тушение прибыло 7 подразделений участка Анапского гарнизона МЧС. Локализовано было очень быстро. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Спасено большая часть здания. На данный момент работает группа ЭПЛ с Краснодара. По прибытию на место установлено, что возгорание произошло с тыльной стороны здания. Причина пожара устанавливается. Материальный ущерб также устанавливается. Пострадавших и погибших на пожаре нет. К другим темам. Проверять утром, в обед и вечером пляжи, улицы и газоны. Маранапа Сергей Сергеев и заместители напомнили. Сезон еще не завершен. Расслабляться рано. О чем еще говорили на планерном совещании, расскажет Наталья Пухальская. За профессионализм и личный вклад в систему охраны здоровья заместителя начальника управления здравоохранения Людмилу Королеву отметили на планерном совещании. Еще один повод поздравлений – юбилей. Далее планерка прошла стандартно. О происшествиях в Анапе за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. Участились случаи краж и грабежей. Воруют из номеров гостиницы, с квартир и на пляже. За неделю сотрудники полиции изъяли почти 5000 литров незаконного алкоголя. Самыми проблемными зонами остаются стройки. Здесь нарушают чаще всего. Семь иностранных граждан выдворили из страны за нарушение законов России. Нарушают анапчане Маранапы. Сергей Сергеев определил квадрат особого порядка в городе. Точнее, особого беспорядка. Улица Парковая, Трудящихся, Гребенская. Там, где у нас построено Министерство обороны, там, где люди позакрывались с оборами проходы, там, где сегодня ездят ВТР, где ТП-шки построены за счет людей. Сегодня многоквартирные дома, которые там строятся, пытаются на них сесть без увеличения мощности и без ничего. И ваших проблем касается. И самое главное, главная устройство. После выпадения осадков, все, это уже не выкроет. В городе не снимают пятый класс пожароопасности. В связи с этим внеплановые проверки системы оповещения проведут в школах и в сельских округах. Анапчаны гостей курорта просят отложить на время запуск китайских огненных фонариков. Такая невинная и романтичная забава чрезвычайно опасна. Прошу сотрудников ГИБДД, казачества, субсельского и сельского округа, также не избавлять работу по уезду и отключению транспорта на запорядную территорию. На этой неделе Сергей Павлович проводим неплановую проверку способности системы экспертного оповещения и информирования населения об угрозе ЧАЭС. Это в школах и в администрации сельских округов муниципального образования города Анапы. На этой неделе Сергей Сергеевич совместно с ГИБДД провести работу по дайвинг-центрам по поводу несанкционирования посещения некоторых участков, где запрещено купание даже людей. Заместитель мэра Анапы Михаил Баюр назвал нарушителей и показал на слайдах фото заросших амброзии участков. В ходе проверок на 18 августа под контролем 87 землепользователей, из них 7 сельскохозяйственных предприятий и 15 фермерских хозяйств. На 9 собственников составили акты. Карантинный сорняк чрезвычайно опасен, это самый мощный аллерген и чрезвычайно вынослив. Корневая система амброзии развивается до 5 метров. Семена могут дать всходы даже через 30 лет. А что ж к нам поедет, дорогие друзья? Ведь есть люди и аллергики, которые с удовольствием приедут в Анапу-Аптошку, в селье. Но увидев все вот это, сегодня информация проходит мгновенно через интернет, различные формы и способы. Мгновенно, подчеркиваю, проходит информация. Увидев вот это, никто к нам не поедет, понимаете? Из этой категории. И потом различные формы. То пробки, там общественный транспорт плохо грязный, то конка на пляже, то отсутствие воды, то частое отключение электричества. И вот это все в комплексе создает у людей, которые собирались к нам по одной причине, допустим. Сказать, ну зачем мне ехать, если там электричество отключается, будет жарко, все это остальное. Проверять газоны, клумбы и земельные участки утром, днем и вечером распорядился мэр Анапы Сергей Сергеев. Справиться с амброзией можно, если необходимую работу выполнять вовремя. И это правило касается всех городских служб. Названы были четыре руководителя предприятий, допустивших массовое произрастание амброзии. На выходе из Большого зала администрации их ждали четыре букета амброзии. Может быть, такие букеты заставят их задуматься о борьбе с сорняком. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Что такое добро и как его понимают маленькие анапчане? В рамках акции «70 добрых дел» воспитанники детского садика номер 7 почистили памятник Кате Соловьяновой. Подробности большого дела маленьких анапчан в сюжете. Ведерки с водой, тряпки, веники, орудия уборки готовы. В сквере на улице Кати Соловьяновой воспитанники детского садика номер 7 приступили к уборке. Мы убираем памятник Кате Соловьяновой. В городе была война 70 лет назад. Поэтому все должны столько дел сделать. За полчаса большой коллектив маленьких работников убрал сухую траву с газонов, чисто вымыли памятник, подмели дорожку. Мы все помыли памятники и подметаем. Я работаю, делаю хорошее дело. С настроением, удовольствием и главное – осознанно. Маленькую Соню в первом ответственном деле на благо города пришел поддержать дедушка. Что-то у них в голове будет, останется. Наверное, неплохо, хорошо, конечно, это все. Потом ей поинтересуются, спросят, как, что она была, что самое. Потом очень полезно, хорошо. И, как в детской песенке, не зависит доброта от роста. Дети 5 и 6 лет отработали по-взрослому серьезно. Мы ведем большую патриотическую работу. Тем более, что у нас сейчас здесь ребята подготовительной старшей группы. То есть, это те ребята, с которыми ведется такая работа, которые осознанно это все воспринимают и понимают. То есть, мы рассказали о этой героической девушке нашего города. Мы сказали, что это находится совсем близко с нашим детским садом. Многие даже ходят, гуляют здесь. И поэтому ребята как-то изъявили желание прийти. Ановчанка Катя Соловьянова, партизанка-подпольщица, погибла в 1942 году, когда ей исполнилось 20 лет. К ней не обращались по имени-отчеству, слишком молодой была. Поэтому самая зеленая улица Анапы звучит так просто и молодо. Улица Кати Соловьяновой. Говорят, люди живы, пока о них помнят. О героизме этой девушки помнят. И знают даже самые маленькие анапчане. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Продолжаем выпуск спортивными новостями. Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» провел в Анапском скейт-парке соревнование по беймиксам «Лови по дачу». Это второй летний турнир, которых обычно проводится несколько за сезон, на приз центра «Ратмир». В состязаниях участвовали ребята с 89 по 99 годы рождения. Все возрасты были в одной группе. Тем больше азарты и духа состязательности это привнесло в соревнования. Менее опытные пробовали повторять трюки таких мастеров, как Денис Хамутинин, участник всероссийских турниров, член команды Краснодарского края «ХСА». 11 участников из Анапа, Новороссийска, Сургута и Братска за одну минуту должны были показать свою квалификацию. По итогам квалификационного заезда шестеро прошли финал. Анапчане стали лидерами. Свою роль сыграла отличная скейт-площадка, постоянно открытая для тренировок. На первом и втором местах наши земляки Денис Хамутинин и Дмитрий Соловьев. На третьем наши соседи из Новороссийска. И позитивная нота в завершении выпуска. Сообщение от федеральной сети оконных компаний «Экопласт». Август объявили месяцем подарков. Только в августе при заказе окон каждый клиент получает от фирмы планшет, сплит-систему или дверь на выбор в подарок. Все подробности далее. Подарки всем клиентам. Девиз компании «Экопласт» в августе. Сотрудники фирмы благодарят клиентов за выбор качественных окон, балконных рам и блоков известных производителей. Сам профиль производится в Германии. Прямо оттуда доставляется на завод. Собирается конструкция также на качественном импортном оборудовании. Нужно понимать, что на таких станках конечный продукт будет в разы прочнее и прослужит дольше, чем, например, окно, собранное на местечковом производстве. Может быть либо быстро, либо качественно. Каждое окно индивидуально. Не бывает стандартных окон, поэтому стоимость изделия можно узнать только после профессионального замера. Специалист компании «Экопласт» всего один раз и совершенно бесплатно выезжает на дом. Производят все необходимые расчеты. Уже через 15-20 минут мы готовы сообщить с домик заказа, который, кстати, можно оформить в беспроцентную рассрочку на срок до 24 месяца. При заказе окон в компании «Экопласт» в августе каждый получит в подарок планшет, входную или межкомнатную дверь, или сплит-систему. Подробную информацию по акции, изготовлению и установке качественных окон можно узнать в офисе компании «Экопласт» в Анапе, улица Лермонтова, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов в Тайной Медной горы и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 20 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов, ночью плюс 23. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи — четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Продолжение следует...